МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...праздник, которого ждет детвора, допустим, целый год. В стране это, пожалуй, самый главный, не политический, не социальный какой-то праздник, а просто праздник души, когда приходит Новый год, настроение у всех поднимается, рубится салат оливье, апельсины, мандарины, запах мандаринный стоит. Ой, это же замечательно, здорово, и душа сразу как бы воспаряет, и появляются новые надежды, все верят в том, что следующий год, наверное, будет лучше, чем предыдущий. Правда, это не всегда так бывает, тем более, что следующий-то год, год лошади, поэтому я думаю, что нам всем придется не сладко в этом году, потому что придется работать как лошади. Правда, лошадь-то тоже, как сказать, необыкновенная, а лошадь, там, кто-то говорит, это синяя лошадь, кто-то говорит, это золотая лошадь, а я больше верю в то, что она деревянная, потому что деревянных лошадей я знаю только две. Одна лошадь – это троянский конь, которого троянцам, как сказать, подсунули, а вторая – это кукольная лошадь, деревянная лошадь. Поэтому я лично считаю, что это деревянная лошадь будет, год деревянной лошади, год кукольной лошади. Поэтому это не так страшно, мы будем очень много работать, но по-кукольному. Ну и плюс ко всему, поскольку следующий год для нас, допустим, работников искусства и культуры, это год особый, поскольку его, несмотря на то, что у нас этот следующий год олимпийский год, но вот объявлен годом культуры. И поэтому мы будем как бы на коне, а поскольку у культуры, у искусства есть тоже свой символ, как бы лошадиный, это конь, пегас, это конь с крыльями, так что вот я надеюсь, что в этот год, 14-й, он будет, так сказать, годом лошади, но парящей лошади. Вот. И я надеюсь, что в этот год мы обратим еще большее внимание на культуру, потому что человек без культуры, это разрушитель общества, а не может быть человек счастлив, не культурный. И мы не сможем побороть ничего, ни коррупции, ни вздаимства, ничего, если у человека нет культуры, нет нравственного стержня. А каких персонажей мы увидим в новогодней сказке? А раз Новый год, Новый год, да ведь это же праздники, мы все ждем Деда Мороза. Я до половины Дед Мороз. Вот, вот какой я сегодня. С новым, наступающим Новым годом. Спасибо. Ну, а естественно, классика классикой, а Новый год, он как бы традиционный праздник. Вот мы все время тоже, надо сделать что-то новое, надо найти какую-то новую форму на Новый год. И каждый раз, когда мы начинаем обсуждать, я даже когда-то много лет назад пытался экспериментировать и делать тоже Новый год, и там Дед Мороз откуда-то спускался, и что-то там был веселым, хулиганистым и акробатом. И это воспринималось детьми как ненормальное явление, потому что Дед Мороз в понятии ребенка – это сказочный, благородный, красивый дедушка, который приносит кучу подарков, он удивительно добрый. Вот, а когда начинаешь что-то придумывать такое, разрушающий, в общем-то, можно сказать, с одной стороны стереотип, а с другой стороны традицию, то это не принимается. Поэтому у нас сочетание и традиции, и как бы новизны, мы попытаемся каждый раз что-то такое вот сделать, симбиоз этого. И поэтому у нас сказка, в которой будут много традиционно сказочных героев. Это, ну, естественно, будет же Дед Мороз, будет Снегурочка, но кроме этого будет Царь Горох, Леший, Баба Яга, Кимон, то есть, и там Несмеяна, и много разных сказочных героев, и даже горе-злосчастье будет такой персонаж. Но все равно, как в любой сказке, о чем мы мечтаем в жизни, все кончается хорошо, и всегда добро побеждает зло. Я надеюсь, что и в жизни в большинстве случаев так и происходит, пускай чуть позже, чем нам хотелось, но все равно добро побеждает зло. Расскажите о традиционных мероприятиях, которые будут проходить в новогодние праздники в Театре кукол. И у нас, кроме всего прочего, еще, как обычно, будет выставка капельки, калибри в нашем театре. Замечательная работа детишек разных-разных возрастов, и там можно будет посмотреть на эти удивительные полеты фантазии наших детей, которые воплотились в их работах, художественных произведениях, рисунках, скульптурках, таких, даже непонятно, таких попьемашовых разных. Ну, удивительно, придете, увидите. Новый год – время самых удивительных историй. Вы уже давно работаете в театре. Скажите, вот за ваше время были вот такие истории, которые запомнились на всю жизнь? Вот, я не знаю, я как тот волшебник, для которого чудеса – это повседневная работа. А повседневная работа, она не всегда как бы выделяется. Творить чудеса для детей, сказки создавать и показывать – это моя профессия. И поэтому вот эти станки, которые, так сказать, каждый день я вижу, и чудеса, которые происходят, они для меня как бы повседневны. Но я всегда считаю чудом, когда вот приходят ребята, ребятишки, даже иногда с родителями, и они какие-то грустные и расстроенные чем-то, и они поднимаются наверх, и когда выходит Дед Мороз, и зажигается елка, и я вижу, как происходит настоящее чудо, когда плохое настроение сменяется добрым, радостным, и у человека внутри наступает праздник. И вот это, я считаю, самая главная сила искусства, которая творит чудеса, превращая вот человека из такого пессимиста в радужного, радостного оптимиста. Это главное чудо, которое способно творить искусство. Скажите, а почему у вас на Афиже Дед Мороз с Олимпийским огнем? Дух соревнования, дух Олимпиады, он присутствует в этом нашей новогодней сказке, и у нас есть, тоже там будут соревнования. Соревнования не только в сюжете, когда герои между собой будут соревноваться и пытаться победить, но и зрители будут тоже принимать участие в соревнованиях в своих маленьких снежных олимпиадах около этой елки нашей новогодней. Тем более, что елку мы купили новую, у нас будет новая красивая елка. Мы оснастили фаен новой техникой, и там будем стараться, ну, будем стараться удивлять и сделать нашим ребятишкам и родителям красивую, настоящую, праздничную, удивительно сказочную елку. Нас смотрят много телезрителей. Что бы вы хотели им пожелать на Новый год? Ну что же, как всегда, что можно пожелать своим дорогим, близким, знакомым и просто нашим дорогим рязанцам? Ну, счастья, мира, благополучия в семье, лада, любви, взаимного уважения, ну и чуть-чуть везения еще. Будьте счастливы в этом новом, может быть, даже тяжелом в чем-то году. Но главное, не унывать. Улыбайтесь друг другу чаще, и мир станет добрее. Спасибо, что к нам пришли. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам хорошего настроения и всего самого доброго. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова